Состоялось очередное заседание Национальной комиссии по противодействию торговли людьми и принудительному труду. Участниками обсуждена работа по противодействию торговли людьми за 9 месяцев текущего года. Речь была об искоренении принудительного и детского труда, укреплении законодательной базы в сфере обеспечения гарантированных трудовых прав граждан и приведении ее в соответствии с международными стандартами. Так приняты и реализуются 14 нормативно-правовых актов, в том числе два закона, два указа и четыре постановления президента. Шесть постановлений Кабинета министров отдельно остановились на законе, предусматривающем установление уголовной ответственности за использование несовершеннолетних в сексуальных целях, призыв их к участию в деятельности незаконных общественных объединений и привлечения к принудительному труду. Подчеркивалась важность подписанного документа, направленного на упрощение процедур усыновления, согласно которому лицам, совершившим менее тяжкие преступления и отбывшим наказание в местах лишения свободы, разрешается усыновлять детей. Еще один важный аспект – адресная работа по противодействию торговли людьми, которая проводится при активном участии госорганов и институтов гражданского общества. Звучало, что усилия Узбекистана по устранению существующих проблем в сфере получают широкое признание международного сообщества. Как отмечалось, эксперты Международной организации труда, не ограничиваясь вопросами детского и принудительного труда, теперь делают акцент на принципах достойного труда. Сокращение неформальной занятости, социальной защиты на основе наблюдений и мониторинга в различных направлениях, анализа реформ, осуществляемых в республике. В цель дальнейшего укрепления взаимодействия с Международной организацией труда в сентябре текущего года подписана страновая программа на 2021-2025 годы по достойному труду в Республике Узбекистан, где основное внимание уделено вопросам создания достойных условий труда, сокращения неформальной занятости и усиления социальной защиты. Вместе с тем, наряду с положительными результатами в сфере противодействия торговли людьми принудительному труду, имеют место некоторые проблемы, возникающие из-за безответственности и пренебрежительного отношения некоторых руководителей на местах. В этом контексте подчеркивалась необходимость выполнения Узбекистаном соответствующих рекомендаций международного сообщества. Получить более полное представление о проводимой работе позволила информация, представленная руководителями профильных министерств и ведомств, а также председателями территориальных комиссий.